Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Adderall Markets и рад приветствовать на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим, ну, пожалуй, главное событие предстоящего месяца, это предвыборная гонка, вчера прошли первые дебаты Трампа и Баглина, ну и, собственно, обсудим основные моменты, как это происходило. Ну, а перед тем, как мы начнем, напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, ваши вопросы, которые нуждаются в дополнительных комментариях, оставляйте под этим видео. Ну, а прежде чем мы начнем обсуждать как раз дебаты, которые были вчера, я лишь скажу о том, что то, что я сейчас буду говорить, это лично мое мнение, я не стараюсь принять сторону одного или другого кандидата, я лишь хочу донести ту информацию, которая была вчера, для того, чтобы как раз осветить важные события, важные моменты данных дебатов, ну и, собственно, провести аналогию с тем, как на это среагировал рынок и что мы можем, собственно, ожидать дальше. Давайте для нашего как раз вот такого обзора используем статью, которая была представлена на сайте Reuters, которая дает, ну, такое небольшое описание того, что там происходит, я не смотрел данные дебаты и использовал вот такую транскрипцию для того, чтобы как раз осветить основные моменты. Ну, понятно, что оба кандидата пытались друг друга задеть, перебивали друг друга, Трамп это делал чаще всего, что, собственно, несколько сконфузило человека, который модерировал данные события, и он неоднократно просил это не делать. Ну, даже в какой-то момент Байден попросил Трампа заткнуться, чтобы он смог продолжить разговор, но я думаю, что это вполне допустимо. Из ключевых моментов, конечно, обсуждали коронавирус, Байден говорил о том, что Трамп мог бы сделать все гораздо лучше, чтобы предотвратить такое количество смертей в США, но Трамп ответил на то, что и так было принято все достаточно хорошо. Ну, и, собственно, мы с вами видим то, что было довольно-таки большое количество тестов и стимулирующее и меры помощи, которые были оказываны. То есть, в принципе, все было сделано так, как надо, ну, так, как возможно было сделать. Также, безусловно, коснулись и ситуации вокруг того, что Трамп не платил налоги. Ну, по заявлению, которое как раз было сделано в конце прошлой недели, как раз не так за короткий период времени до начала дебата сообщалось о том, что Трамп заплатил всего лишь 750 долларов подоходного налога в период с 2016 по 2017 год. Понятно, что эта цифра выглядит довольно-таки странной, тем более, что состояние Трампа оценивалось на порядка 10 миллиардов долларов, но, безусловно, Трамп опроверг все эти утверждения и сейчас у него происходит аудит для того, чтобы как раз показать, как он это делал. Ну, как он сообщил, то есть, он использовал как бизнесмен, он использовал те налоговые, как раз, законы, которые есть и оплатил все согласно этим законам. Ну, вот как раз в этом случае разбирайтесь, да, она проходит. Ну, если в целом, да, если резюмировать, то Трамп и Байден пытались друг друга задеть. Байден, ожидаемо, пытался обвинить Трампа во всех грехах, которые происходили, и с коронавирусом, и с отношением Китая, и, собственно, все то, что вылилось там последний-последний год. Ну, понятно, что он мог еще сделать, да, для того, чтобы обвинять. Хотя, в свою очередь, Трамп сказал о том, что Байден не сделал ничего там за те 40 лет, которые он находится близко к власти, да, то есть в Сенате, и когда он был вице-президентом. И вот вся эта ситуация, она неоднозначно вылилась на рынки, потому что с точки зрения текущей ситуации по предварительным данным, ну, то есть пока еще полная статистика, наверное, не поступила, наверное, неправильно было бы смотреть ее сейчас. Мы обязательно сделаем это в пятницу, но пока существенного разрыва не произошло. То есть пока все еще Байден лидирует по предварительным опросам. Ну, соответственно, Трамп несколько подбирается. То есть мы фактически видим, что за последний день кривая немножко сближается. То есть немножко пришло к Трампу, немножко ушло от Байдена. Но, тем не менее, пока Байден лидирует. Хотя, с другой стороны, на стороне у нас, на стороне Трампа как раз статистика предыдущих лет, которая говорит, что в 80% случаев, если рынки растут, да, побеждает действующий президент. То есть статистически Трамп может победить. Да, по предварительным опросам пока лидирует Байден, но все может довольно-таки быстро измениться. И, кстати, сегодня у нас пройдет вебинар с Александром Элдером. Я обязательно попрошу его мнение насчет данного вопроса. Если вы еще не зарегистрировались на этот вебинар, переходите по ссылке в описании к этому видео. И сегодня в 7 часов по Москве будем рады вас там видеть. Ну, а теперь давайте посмотрим картину по текущей ситуации, что на рынке поменялось. И, собственно, что мы с вами можем ожидать. Ну, давайте начнем, наверное, с индекса S&P 500. То есть так будет правильнее. Если мы посмотрим общую динамику, то фактически сейчас мы видим фазу нисходящую по индексу S&P 500. И здесь я даже для себя попробовал поставить отложенный ордер на продажу. Потому что вот на фоне как раз этой неопределенности. Если мы посмотрим вчерашний день, то мы закрылись хуже открытия. То есть по индексу S&P 500. И сегодня на открытии уже торговля по фьючерсу S&P 500 мы видим вновь красную зону. Сегодня мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера. Вполне вероятно, что мы сможем увидеть еще одну волну снижения в область 3.200-3.150. Поэтому здесь, как одна из идей, я попробую принять то, что пока в течение, к примеру, месяца данная нисходящая формация сохранится. И мы подошли как раз к области сопротивления. То есть мы видим здесь формирующийся как раз нисходящий тренд с точки зрения дневного таймфрейма. И тут я для себя попробовал поставить отложенный ордер. На тот случай, если цена подойдет как раз, вернется обратно в данный диапазон, но не уйдет выше локальных максимумов, которые были сформированы в понедельник и вторник, тогда здесь я попробую продать с целями снижения как раз в область 3.150. То есть это, как можно сказать, вход на новом тренде, который образовался. Но я опять же понимаю, что он может довольно-таки быстро завершиться. И все-таки основная идея это покупать на провалах. Ну и соответственно, если мы придем в область 3.150, то будет довольно-таки неплохая возможность для того, чтобы закупиться опять же по более интересной цене. С точки зрения валют, если мы опять же посмотрим по евро, примерно точно такая же ситуация здесь у нас сформирована. Как мы говорили, была пробита область поддержки на 1.1680. Сейчас мы делаем ретест как раз данного уровня. И фактически тут мы тоже видим формирование как раз вот данного нисходящего тренда. В свою очередь здесь я бы попробовал продавать либо с текущих уровней, или если мы уйдем еще чуть выше, то тоже небольшим объемом я бы здесь пробовал входить в продажу. То есть сейчас у меня стоит отложенный ордер на покупку, но в свете того, что S&P 500 у нас начал падать, тут я, пожалуй, этот ордер удалю. Ну и в принципе я сейчас это сделаю тоже по всем инструментам. То есть да, было неплохо как раз войти вчера, да, наперед как раз дебатами. И вот на этом импульсе у нас прокатиться. Но вот в связи с текущей ситуацией пока здесь явно по временю с позициями, которые здесь могли быть открыты. По паре британский фунт, американский доллар. Здесь мы тоже видим сейчас уже попытки вновь начала нисходящего движения. У нас британская валюта пытается закрепиться за минимальное назначение, которое было сформировано вчера. В свою очередь здесь вот этот отложенный ордер на покупку. То есть я его уже отменяю. И фактически сейчас мы переходим в фазу того, что мы тоже можем еще пройтись ниже. То есть до области 1.24 или даже 1.23. Как раз в течение октября мы можем увидеть еще вот это снижение. Но затем уже как фондовые рынки начнут отыгрывать тот негатив, который был. Собственно здесь мы можем опять увидеть возобновление роста. Поэтому с текущей ситуацией здесь я больше даже рассматриваю сейчас возможности продаж. По данному инструменту если мы сможем закрепиться, то также с помощью отложенных ордеров я скорее всего буду входить в продажу небольшим объемом. По паре американский доллар, канадский доллар. Вот тут мы видим продолжение восходящей формации. То есть тут мы и хоть и предполагали, ожидали возможный выход как раз вот из данного диапазона, который у нас сформирован с 23 сентября по текущий день. Если уходим ниже 1.33.51, то рассматривать продажи. Но пока мы видим, что этот боковик он сохраняется. Конечно здесь будут предпосылки, если мы сможем закрепиться ниже данной красной линии. То есть уже показать первые признаки начала нисходящего движения тогда будет иметь смысл рассмотреть данную ситуацию на продажу. Но пока мне видится, что в общем фоне мы сможем обновить локальный максимум. То есть это более вероятное сохранение данной восходящей формации по доллару. То есть рост американского доллара пока продолжается. И похожая картина с парой американский доллар и японская иена. Здесь вот эта коррекция, которая у нас началась в середине сентября, все еще продолжается. И собственно сегодня мы тоже обновили локальный максимум, немного скорректировались. И вот эта общая динамика восходящая продолжается. То есть с точки зрения входа на покупку, конечно было входить интересно раньше. Сейчас уже в середине этого движения я это делать не буду. Поэтому по данной паре я буду просто наблюдать. Австралиец также сейчас переходит в фазу как раз нисходящей формации, нисходящего движения. Мы скорректировались последние пару дней. Но наверное с текущих уровней было бы интересно, если бы цена дошла примерно в область 72. И вот оттуда как раз искать продажи. Собственно здесь вот это восходящее движение может еще несколько продолжиться. И уровни для входа на продажу могут сформироваться чуть выше. Опять же здесь вот эта ситуация может очень быстро поменяться. То есть то же самое мы видели там по евро в 2018 году. Когда да, было нисходящее движение, но оно очень быстро завершилось. То есть тут это довольно-таки спекулятивные краткосрочные позиции. То есть здесь я пока не придерживаюсь того, что тренд на укрепление американского доллара будет продолжительный. Но то, что он может сохраниться в течение месяца, это вполне вероятно и вполне допустимо. Поэтому здесь тоже удаляю отложенный орден на покупку. Потому что нисходящее движение здесь может также сохраниться. Новозеландец. Точно такая же картина. Да, мы здесь немного скорректировались. Но вот скорее всего тот вход, который у меня был на покупку, его можно сказать более коррекционный. Поэтому сегодня я закрыл покупки, которые у меня здесь были. Как раз на фоне того, что S&P 500 начал снижаться. И пока не буду рассматривать вход. Потому что если мы сегодня уйдем как раз ниже минимальных значений вторника, то опять же еще одна волна снижения здесь может последовать. Но пока я вижу, что с точки зрения входа не самые оптимальные уровни. То есть с точки зрения входа, например, по S&P 500 эти уровни гораздо более интересны. То есть каррекция была более продолжительная. Рынки понедельник, ну пятницу прошлой недели и понедельник довольно-таки хорошо росли. Сейчас вот этот рост остановился опять же на фоне неопределенности. Потому что в первую очередь рынку не очень пока нравится вероятна победа Байдена. То есть с точки зрения тех жесткой политики стимулирующих мер, которые он придерживает. То есть пока рынки не видят это позитивным на текущий момент. Ну и собственно по золоту также здесь можем увидеть еще одну волну снижения. То есть пока золото у нас корректируется сегодня с открытия. Соответственно если мы закрепляемся ниже минимальных значений 29 сентября, то вероятно еще одна волна снижения будет. Поэтому пока здесь тоже данный отложенный ордер удалил. Потому что уже вот эта позиция, вот эта сделка, она становится здесь не актуальной. По DAX. DAX тоже сегодня попробовал уже закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера. Если будет как раз резкий рывок и мы вновь уйдем выше максимум, то фактически восходящее движение продолжится. Но тем не менее тот отложенный ордер, который я оставил пока, снова становится неактуальным. Я его удалю. Поэтому пока сейчас из текущей ситуации это попытка войти как раз небольшим объемом по S&P 500. Примерно по середине движения, которое было сформировано вчера. Если мы зайдем еще чуть выше, то еще одну часть объема скорее всего докуплю. Чтобы иметь риск примерно полпроцента на данную сделку. Так как все-таки она выглядит довольно-таки рискованной. Нефть снижается. Опять же, одно из вероятных предпосылок снижения это рост распространения коронавируса. Ожидание то, что потребление нефти вновь пойдет на спад. Ну и это собственно также приводит к снижению котировок по нефти. Поэтому сейчас пока мы видим даже больше с точки зрения нового таймфрейма такой боковик. Но пока мы смотрим все-таки больше вниз по данному инструменту. И вполне вероятно, что в область 38-37 тоже сможем прийти. Ну вот на текущий момент, к текущему часу такая ситуация. Довольно-таки рынки интересно реагируют как раз на те дебаты, которые прошли. Напомню, что следующие пройдут 7 числа. Уже это будут дебаты между ВИТ-президентами. Но скорее всего такая сильная реакция здесь не последует. А вот последующая. И чем ближе и ближе мы будем к выборам, то тем больше и больше мы будем освещать данные события. Чтобы как раз держать вас в курсе с точки зрения того, как на это реагируют рынки. Ну и также 13 октября у нас пройдет вебинар, на котором мой коллега Фуат, мой коллега Виталий Сергеенко и я. Мы вместе обсудим как раз данную ситуацию. Попробуем разобраться, как в принципе устроены выборы в США. Чтобы дать вам максимум информации к размышлению. Не к конкретным действиям безусловно, но чтобы по крайней мере вы понимали, как это происходило раньше и как это может повлиять на рынок сейчас. Ну а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк, если вам понравился выпуск. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. И увидимся с вами в пятницу. И резюмируем то уже как заканчивается текущая торговая неделя. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok